Всем привет! С вами Люда Блаш Суприм. И сегодня в кулинарном выпуске я хочу вам показать, как сделать самую настоящую испанскую паэлью. Невероятно вкусное блюдо. Я еще в добавок добавила вкуснейший фруктовый сангрей. Рецепт рабочий у вас дома получится 100%. Я на себе опробовала и на близких уже несколько раз. Так что давайте скорее приступать. Для начала я бы хотела рассказать, какие ингредиенты у нас входят в паэлью. Нам надо взять морепродукты. Я взяла 2 большие креветки, потом кальмары и каракатицы, мидии в панцире, тигровые креветки. Я заранее их почистила. Самое главное это рис. Нам нужно 150 граммов риса, который называется бомба. Это такой круглозерный рис. Вот примерно так он выглядит. В общем, ищите подходящий рис для паэльи. Дальше нам потребуется 1 помидор, совсем немножко болгарского перца, лук-чеснок, кинза, шафран. Шафран нужен обязательно, но он еще называется как специя для паэльи. Часто продается именно так, как бы для туристов их. И нам еще нужно 500 мл креветочного бульона. Креветочный бульон почитайте в интернете, как его можно получить. Но на самом деле самый простой способ это отварить креветки, особенно если вы их любите. Отварите креветки в таком хорошем бульоне, добавите лимончика, каких-то специй по вкусу и получится у вас креветочный бульон. А креветки потом можно будет скушать. Ну что, давайте приступать. Для начала мы порежем болгарский перец, режем такими кубиками, квадратиками. Теперь порежем лук. Лук режем тоненько, кругляшками, колесиками. Чистим чеснок и также нарезаем его достаточно крупно. Чеснока нам нужна половинка головки. Лука маленькая, как вы видели, луковичка. А болгарского перца, ну, наверное, чуть больше половины одного среднего болгарского перца. Ну, заодно займемся кинзой, чтобы она у нас уже была готовая. Отделяем соцветия. Стебелечки никуда не выбрасываем. И эти стебелечки мелко-мелко порубим. Теперь в 50 мл кипятка я разведу шафран. Вот его совсем чуть-чуть. Этого хватает идеально на большую сковородку у паэльи. Хорошенько размешаю шафран в кипятке и оставлю, пускай настаивается. Тем временем я на крупной терке натру половинки помидора. Вот так я их поперек порезала. И на крупной терке натираю, чтобы осталась только мякоть. Вот такой у нас получился томатный сок с мякотью. Шафран настаивается, овощи порезаны. Ну, все, мы можем приступать уже к непосредственно самому интересному. Начинаем жарить, парить нашу паэлью. Нам нужна вот такая вот большая крупная сковородка. Ставим ее на огонь. Сковородка достаточно долго нагревается, поэтому мы ставим ее уже на огонь. Наливаем оливковое масло и ждем, пока она разогреется. Есть специальные, конечно, сковородки, паэльницы называются или паэльицы. Не особо хорошо я в этом разбираюсь. Но нам достаточно и сковородки с толстым дном. Из больших креветок я уберу вот эту кишку посередине, которая совсем нам не нужна и испортит наше блюдо 100%. Всегда ее убирайте при помощи зубочистки. Вот так между панцирем можно это сделать. Вот она как хорошо выходит. В блюде этого, конечно, не должно быть. Оно бы испортило все впечатление. Пока сковородка греется, кальмары и каракатицы я нарежу толстыми кусочками, квадратиками. Блюдо у нас испанское. Пусть у нас все будет такого размера, чтобы рот радовался. По количеству морепродуктов мне, конечно, сказать вам сложно. Естественно, большое количество морепродуктов паэлью не испортит, а только украсит. Поэтому смотрите по вкусу, как вам нравится. Но, конечно, положить одну креветку не получится. Надо, чтобы морепродуктов было вдоволь, чтобы хватило абсолютно на всех. Ну что, самое интересное, обжариваем каракатицы и мидии. Каракатицы и мидии, и кальмары. Вот они, мои мидии. У меня мидии в панцире. Их тоже необходимо обжарить. И кладем наши большие креветки. На хорошем таком огне жарим до готовности. Все хорошенько жарим примерно 2-4 минуты, не больше. Иначе морепродукты станут резиновыми. Теперь я добавляю лук и болгарский перец. И еще минуты 4 я это все буду обжаривать. И периодически буду помешивать, чтобы ничего не пригорело. Вот где-то 3-4 минутки прошли. Овощи уже стали мягкими. И мы добавляем стебли петрушки и чеснок. Главное тут не пережарить чеснок, чтобы он не стал такого неприятного аромата. Как жаль, что камера не передает запахи. Тогда бы вы уже с ума сошли, наверное, насколько все вкусно пахнет. Теперь нам надо вынуть мидии, и дальше мы будем готовить без них. Они уже приготовились, и дальше они потребуются нам только для украшения. Ну что ж, теперь мы поочередно вливаем бульон, шафрановый настой и нашу натуральную томатную пасту. Потрясающей красоты все дело. Теперь необходимо, естественно, посолить, поперчить и довести все до кипения. Паэлья уже начала кипеть, и именно сейчас мы засыпаем рис. Старайтесь делать это равномерно. С первого раза вам покажется, что риса очень мало и не хватит на такое большое количество жидкости. Сейчас надо поставить огонь таким образом, чтобы наша паэлья легко кипела. То есть она не была спокойная, но и не выкипала. Вот примерно в таком состоянии я ее оставлю на 15 минут. А потом добавлю креветки, которые в этой паэлье сварятся. Ну что, и пока моя паэлья жарится, парится, не знаю, как можно это назвать, мы приготовим традиционное испанское вино сангрию. Нам потребуется красное полусладкое вино, минеральная вода газированная, не больше, чем пол-литра, один апельсинчик и три маленьких яблочка. Сейчас у нас яблоки садовые, поэтому в самый раз будут ароматные. Очищаем яблоки и режем миленько. Убираем всю грязь и, не стесняясь, эти кусочки фруктов бросаем в графин. Три яблочка, наверное, даже будет много, поэтому я перехожу к апельсину. Апельсин не очищаем от кожуры, она придаст вкус нашей сангрии. Только такие вот излишки уберем. Фрукты, естественно, предварительно помытые. Апельсин помойте даже, наверное, щеткой. Так, убираем вот эту серединочку и отправляем в графин. Если вам нравится более терпкий вкус, можете даже добавить чуть-чуть лимона. Но мне кажется, этого более достаточно. Вот сколько у нас получилось фруктов на целый графин. Ну, а теперь все очень просто. Берем бутылку полусладкого вина красного и заливаем в графин. Так, если вам нет 21 года, то вы не берете красное полусладкое вино, а берете вишневый хороший сок. Очень хороший сок вишневый урич. Теперь я люблю немножко фрукты помять. Так они отдадут сок, и сангрия получится, что надо. Не надо их совсем выжимать до какого-то пюре, но помять нужно. Так, и все. Оставляем до того момента, пока не приготовится наша паэлья. Пускай фрукты напитаются вином или вишневым соком. У нас прошло уже примерно 15 минут, как паэлья варится, и мы раскладываем наши большие тигровые креветки. Все. И с этого момента мы нашу паэлью вообще не трогаем. А ждем, пока вся жидкость выпарится из риса. Видите, риса уже гораздо больше, чем нам казалось раньше. Ну вот, паэлья уже почти готова. Осталось только чуть-чуть жидкости, которая еще осталась выпариться. И это говорит о том, что пора добавлять газированную воду в нашу сангрию. Берем холодную газированную воду. Добавляем, наверное, 200-250 грамм. Естественно, хорошо все перемешаем. Все, сангрия 100% готова. Можете отправлять ее в холодильник, чтобы она уже напиталась на 100% и дождалась паэльи. Ну вот, моя паэлья и готова. Я уже выключила газ. В таком виде она выглядит в финальном варианте. Мне осталось добавить мидии, которые мы вынули ранее. Вот они как эффектно смотрятся. И положить в серединку лимон. И украсить все петрушкой. Все, паэлья готова. Давайте наконец-таки сервировать уже обед. Ну вот и все. Вот такая у нас получилась вкуснотень. Я вам обещала, что все будет очень просто. Действительно, если соблюдать все пошагово, реально получается наивкуснейшее блюдо. Порадуйте себя и своих близких. И расскажите о своих успехах мне в Instagram. Обязательно отмечайте меня на своих фотографиях. Ну что, спасибо вам большое, что были сегодня со мной. Приятного аппетита! И увидимся в следующих видео. Пока-пока!